Первый объект, куда прибыли гости округа – микрорайон «Зеленый Бор» – коттеджный поселок. В следующем году в эти коттеджи и танхаусы въедут жильцы. Строительство домов ведется в рамках государственно-частного партнерства. За пять лет в микрорайоне сдано 29 тысяч квадратных метров. В 2019 году будут сданы в эксплуатацию еще 126 домов. Это 72 коттеджа и 54 танхауса общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. При этом Северский трубный завод предприятия ТМК взял на себя обязательства по контролю за ходом строительства и техническому сопровождению объектов. Важно, что здесь возводится и современная городская инфраструктура, детские площадки, зоны отдыха, дорожные развязки. Нам очень повезло с акционерами. На подарки городу в год 300-летия мы потратили в общее сложности около 100 миллионов. Приятно, что мы создали определенную планочку, подняли для благоустройства в целом по городу, которую надо поддерживать, продолжаем сотрудничать. Естественно, даже социальная сфера, которой пользуются все горожане. Есть у нас льготная категория, дети бесплатно, ветераны на льготной цене. А на содержание социальных объектов уважаемые акционеры тратят практически сегодня в районе 240-250 миллионов в год. А еще в 2019 году за счет бюджета запланировано комплексное благоустройство шести территорий массового отдыха горожан, строительство футбольного поля с беговыми дорожками, капитальный ремонт одной из главных транспортных артерий города – улицы Трубников. Вот это все благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда». 44 миллиона стоил проект, 22 из которых нам дала область, 2,5 миллиона гор, и 19 миллионов мы заплатили за это завод. То есть это вот такие подарки. Сегодня это целый комплекс жилищный, который еще и комфортной средой обеспечит. Физкультурно-спортивный комплекс Северского трубного завода является самым крупным спортивным объектом города, которым пользуются все полевчане. Общая проходимость ФСК – около 2,5 тысяч человек в неделю. Только за 2018 год в комплексе было проведено 120 мероприятий различного уровня. Двери дома спорта открыты как для детей-металлургов, так и ветеранов предприятия. Именно здесь полевчане воспитывают участников олимпийской сборной страны. Здесь рождаются звезды спортивного олимпа. Следующий объект, куда отправляется полномочный представитель президента – это Северская домна. Уникальный музейный комплекс с единственным в Европе объектом уральской промышленной архитектуры середины 19 века – доминой печью. Северский трубный завод – одно из старейших предприятий черной металлургии Урала, является градообразующим и социально ориентированным предприятием. В регионе есть примеры как позитивные, так и негативные. Но у моногородов, скорее, вот этот пример, он позитивный. Предприятие не сбросило с себя социальной нагрузки, а наоборот продолжает ее наращивать. Взаимодействие с городскими властями. Надо сделать так, чтобы эти программы были еще более публичными. Сегодня Северский трубный завод реализует крупный в регионе инвестиционный проект реконструкции трубопрокатного производства с установкой комплекса оборудования непрерывного стана. Плановый объем финансирования проекта – более 17 миллиардов рублей. При завершении строительства предприятие увеличило выпуск готовой продукции до 600 тысяч тонн, улучшило качество продукции, расширило ассортимент, снизило себестоимость продукции и, как следствие, увеличило налоговое числение в бюджеты разных уровней. Но то, что мы сегодня смогли увидеть, это впечатляет. И, конечно, это и спортивный комплекс, и тот городок, я уже об этом сказал, мы долго слышали истории про американскую мечту, про частные дома. Вот здесь эта мечта в какой-то мере реализована. Тем более, если это так, что было сказано, ипотека субсидируется предприятием, и человек платит 5%, это тоже немало, кстати, в мире ипотека гораздо дешевле стоит, но если учесть, что в стране в среднем у нас ипотека до 12%, это вполне хороший вклад предприятия в будущее своих работников. Создание высокотехнологичных рабочих мест – один из указов президента России, и в Полевском с этим отлично справляются. Пару лет назад здесь запустили современный профессиональный центр образования. Студенты многопрофильного техникума стремятся пройти здесь практику. Здесь самые передовые обучающие технологии и немецкое оборудование. В первую очередь мы принимаем лауреатов директорской стипендии. Это отличники, которых мы определяем и платим им директорские стипендии. Во вторую очередь те, кто достиг определенных успехов. Но я скажу, что примерно процентов 40 выпускников мы берем из-за. Мне очень понравился ресурсный центр, подготовка специалистов. Тоже вложился и регион Свердловской области, правительство Свердловской области, и сам завод готовят ребят по запросу экономики, по запросу того предприятия, куда эти ребята в большей степени придут работать. Я поговорил, они все мечтают прийти сюда на завод, потому что здесь достаточно хороший социальный пакет и неплохая заработная плата. В завершении своего визита на Северский трубный завод Николай Цуканов провел совещание о мерах, принимаемых Северским трубным заводом, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в Полевском городском округе. Часть проблем связаны с экологией. Здесь в частности обозначены проблемы загрязнения озер, снабжения водой. Есть еще пока показатели, которые значительно уменьшились. Есть последние выбросы в атмосферу, в воздух, необходимо дальше продолжить эту работу. Есть загрязнение, вопрос загрязнения земли, земельных ресурсов, но тем не менее здесь есть и понимание о том, как эти проблемы решать. У региона и предприятий есть соглашение до 2020 года, которое тоже обозначено четко и негативным показателем улучшения экологической ситуации. То есть я увидел, что здесь в данном муниципалитете, в данном предприятии есть четкое понимание и задач региона, муниципалитета и бизнеса. Дальше нужно еще раз посмотреть и обновить эти негативные показатели, расписать их по годам, зону ответственности, объем финансирования, сроки реализации и последовательно реализовать данную программу. В ходе совещания отмечается реализация основных задач завода по охране окружающей среды на 2018 год и корпоративной программы трубно-металлогической компании на Северском трубном заводе в год экологии. К примеру, было реализовано 20 мероприятий, затраты на вволнение которых составили более 9,5 миллионов рублей. Николай Цуканов подчеркнул, что работа в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха и водных объектов должна быть всегда одним из приоритетов деятельности руководства компании и завода в соответствии с майским указом президента России. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.